Привет, девочки! Будем с вами вскрывать посылку Революшн. Так, я не сдержалась и заказала. Как обычно, так приятно, когда вот это вот с именем. Ага, кифтбэк. Значит, здесь у нас будет сюрприз. Но давайте сначала посмотрим, что я заказала, на что я соблазнилась. Здесь пропадало и появлялось несколько раз вот такой вот айлайнер дуо от Фрида. Стоил он вообще какие-то там копейки сущие, поэтому я не могла его не купить. Девочки, прикол в том, что я, оказывается, заказала два раза. Эти карандаши, вот у меня еще один лежит такой же, такая же пачка. Я как-то не доглядела, видно, я перепугалась, что они пропадали и забыла об этом. Но они оба, по-моему, черные, да? Так, да, до блэк. Ну, поэтому я, наверное, и не обратила внимания. Так, один пойдет у нас. Так, это тот, который я не вскрывала. Сейчас сделаем сводч. Соч. Смотрите, какие они длиннющие. Ой, классный, хороший. Можно и тоненький, и серым цветом делать, и пожирнее такой, более черный оттенок. Отлично. Черные карандаши никогда лишние бывают. Если бы еще, знаете, коричневые бы были, был бы тоже шикарный. Я своим подружкам подарила вот такие наборы. Я вам показывала, что я их заказывала. И они так здорово у них сидели на губах, что я решила сказать о себе. Состоит он из карандаша контурного. Контурный карандаш запечатанный. Сейчас мы с вами его откроем. Все посвочим, как без свочей. Вот такой нюдово-рыжий оттенок. Его нужно точить. Это от Obsession. Вот такие вот наборы вы наверняка видели на сайте. И такая вот помадка. Здесь ни оттенок, ничего не указан. А, нет, указан вот здесь вот. Bunny Girl. Так, и давайте сделаем своч. Смотрите, какой симпатичный оттенок. Очень симпатичный. Так, следующее. Это несколько палеток. Вот такую вот я заказала. Они там вообще практически задаром продавались. Так, я попорчу сейчас все себе ногти. Знаете, тут она очень скучная. Вот эта вот упаковка такая красивая. Жалко, что они и вот тут не делают хотя бы наклейку. Так, и внутри она вот такая вот симпатичная. Смотрите. Очень такие интересные цвета. Есть фиолетовые, розовые и серые. И вот такие вот зеленовато-синие. А вот здесь шиммерные, здесь матовые. Такая вот палеточка. Следующее, на что я решилась. Так как у меня на вот такую вот магнитную палетку. Так как у меня в Project Pen тогда не пошли те тени, в которые были в картонной коробке я сама. Девочки, ничего особенного, в принципе. Она обычная, простая. И так как в Project Pen у меня не пошла та палетка, которую я собрала, я решила принести некоторые вот сюда вот. Тенюшки, которыми я буду пользоваться. А остальные, я не знаю, наверное, утилизирую, потому что там много таких, которые светятся. И здесь есть, как видите, зеркало. Отличная палетка. И она такая добротная. И глянцевая. Ее можно будет потом протирать, если запачкается. Следующий вот такой набор от Freedom. Ой, девочки, да это пробники. Посмотрите, мне так кажется. Сейчас открою и верну. Очень туго, девочки, эти картонки открываются. Так. Здесь пять помадок. Этот набор обошелся где-то 3 евро. Очень прям дешево. Каждая помадка запечатана. И я взяла такие больше нюдовые оттенки. Давайте откроем какую-нибудь, я не знаю, нейтральную. Посмотрим, сколько там самой помады. Так. Сам флакончик. И помада. Нет, помада нормальная, полноценная. Я думала, что это пробники, но это не так. Сделаем сводч. Они такие слегка сатиновые, но а-ля матовые. Оттенок очень приятный, красивый такой. Не знаю, будет ли вам что видно или нет. Ла-ля-ля. Так. Знаете, здесь совершенно не написано. Матовые это помады, не матовые, догадывайтесь сами. Ну, я скажу, я поставлю на сатину. Вот эта уже, видите, высохла. Она матовая явно. Которая была вот в этом наборчике. Так, давайте дальше смотреть. Здесь много очень всего интересного. О, вылетело кое-что. Я соблазнилась с распродажей вот таким вот хайлайтером. Тоже такой большой. Здесь 14 грамм. Skin Kiss Golden Kiss. Так, здесь надо опять все открывать. Конечно, распаковка эта, с одной стороны, очень волнительная, а с другой стороны, надоедает. Вот, сделаем сводь. Он такой, да, золотой. Потом сравним с другим хайлайтером, который у меня есть, тоже в большой упаковке. Ну, симпатичное такое свечение, не слишком яркое, что мне нравится. Так, еще один хайлайтер, который чуток пострадал от Freedom. Он тоже копейки там стоил. Не страшно. Откололся немного. Так, девочки, включила я свет, и я надеюсь, что так со светом намного лучше будет видно. Видите, кусочек откололся. Но это не страшно совсем. Мы его сюда опять вставим, а потом израсходуем. Так, посмотрим, какой вот это. О, вот этот более золотистый хайлайтер. Сколько у нас здесь грамм? Глоу от Freedom. И здесь 7,5 грамм. Сравним с вот этим. Ага, девочки, вот этот более золотой. Вот этот больше все-таки в персиковый уходит. Розовое золото такое. Вот этот. Golden Kiss. А вот этот прям реально золотой. Смотрите, какой красивый. Но он, конечно, не как тот, который слиток золота. Тот вообще только как тень использовать. Так, еще у нас вот такие вот тенюшки. В оттенке Brights 223. Сатиновые это тени. Ой, такие ментоловые. Смотрите, симпатичные. Но вот эти тенюхи, надо сказать, я брала уже от жадности. Потому что они там 40 центов, что ли, стоили. Так, вот эти девочки-палетки, я опять же, я вам говорила, я их выискивала. Они опять появились. И из-за этого я сделала заказ, в принципе, из-за них. По евро 80, девочки, это шикарные тени в подарок. Потому что выглядят они очень дорого. И они мне понравились, как наносятся. И вообще, очень понравились тенюхи. Но это не себе, не казак, подарок. Так. Так же я тоже уже от жадности взяла, потому что очень дешево вот этот в розовом оттенке. И я, по-моему, у Лены видела. Или у Гали, у кого-то. По-моему, у Гали нету. Гали у тебя видела. Видела этот слиток, и мне его так захотелось. Мне просто необходимо было приобрести. И тем более он сейчас стоит вообще копейки. Поэтому, да. Посмотрим. Более интенсивное у него свечение, чем у этих хайлайтеров. Смотрите. Такое металлическое. Практически влажное свечение. Вот эти, видите, да? Какой вот этот деликатный. Вот этот более яркий, но все равно деликатный. А вот этот прям металлика. Но опять же таки, можно как тень его использовать. Так. Ну давайте, девочки. Вот такая шикарная новинка. Я тоже не удержалась и взяла. Хотя там несколько оттенков, и мне, в принципе, понравились очень многие. Но я решила попробовать мой... Я думала... Сейчас вижу, что он красноватый. А там на сайте он казался бронзовым. Так. Как тебе вскрытие? Короче, девочки. Вот эти глиттерные тени. Ну они с одной стороны металлические, с другой глиттерные. Так. Где здесь оттенок? Клистен. Дизайрт. Наверное, вот это вот. Вот это и есть название. Давайте посмотрим. Так. Все-таки он такой красноватый. Надо было, возможно, больше все-таки розовый брать. Надо еще посмотреть, конечно, как смотрится все это дело на веках. А это просто глиттер, видите? Я даже не знаю, как его носить, чтобы красиво было. Наверное, наслаивать надо. Камера шатается, потому что мы с вами на кровати находимся. Поближе к окну. Ну вот, как-то так. С глиттером будет как-то непонятно. Вот, девочки. Конечно, я ожидала, что там будет больше глиттера, больше блесток. Ну, тоже, действительно, там будет видно все. Вот это, конечно, дорогостоящая покупочка, 7 евро. Считаю, дороговато. Так. И самое главное, звезды моего заказа, это три палетки. Три палетки из серии Reloaded, конечно. И первая палетка, это из новинок. Все оттенки матовые. Это Marvelous Mates. Такие оттенки, девочки. Но, слава богу, все разные. Нету ни одного похожего или повторяющегося. И желтый разный. Вот этот, блин, прям как будто, знаете, гуашь или акварель. Такой кафец. Вот это больше желтый. Желтый-желтый, желтый-оранжевый. А вот этот желтый такой, как салатовый уходящий. Красота. Это фиолетовый. Давайте посмотрим вот этот фиолетовый. Смотрите. А вот этот синий. Отличная пигментация. Так. Тут видно, возможно, навеки придется наслаивать, если захочется, интенсивности. Так. Вот эта вот палеточка, это не самая-самая новинка. Это Affection. Она, я его тоже у кого-то, по-моему, в видео увидела. Я подумала, что она мне нужна вся. Здесь нет ни одного матового оттенка. Здесь либо металлический, либо шиммерный, либо сатиновый. Посмотрите вот на вот это. Это сухие, сухие шиммерные тени, по ощущениям. Вот это явно масляные. Вот это тоже, наверное, будет сухой. Смотрите, смотрите. Пигментация вообще бомбезная. Пигментация очень классная. Смотрите, прелесть какая. Так, давайте еще. Вот этот белый, более такой кремовый. Вот этот тоже кремовый. Вот они похожи немножечко. Посмотрим, как передадутся. Коричневый. И давайте черный, глиттерный. Посмотрим. Так. Так, здесь пока я не очень вижу. Вот это, по-моему, более такой в лило выходит. Это какой-то желтоватый, что ли. Вот этот красивый. Черный, яркий. Здесь даже шиммера. У черного цвета шиммер не так виден. Смотрите. Прелесть. Так, обо что бы, обо что бы. Обо что бы, обо что бы. Конечно, от вот этой палетки я в восторге. Давайте вот эти попробуем. И какой-то я еще, мне кажется, не пробовала. По-моему, вот этот. Все такие розовато-коричневые оттенки. Так. Конечно, на коже с волосами свочи тяжело делать. Но вот. Видно очень хорошо. Вот у этой палетки пигментация просто 100 баллов из 100. Affection. Девочке называется. Пигментация супер. И еще одна палетка. Палетка из новинок. Прямо новая-новая. Я... У них там 4 вышло палетки. И 3 из них друг на друга очень похожи. То есть вот эта она отличалась сама по себе. А все остальные были похожи. И я выбирала между вот это Fundamental и 3.0. Выбирала. И мне показалось, оттенки настолько похожи. И остановилась я все-таки на вот этой. Здесь у нас всего лишь 4... Подождите. По-моему, 4 матовых сейчас. Посмотрим. Да. Я не ошиблась. Вот 4 матовых оттенка. Хорошо пигментировали. Все остальные шиммерные здесь оттенки. И шиммерный я сейчас сделаю. Так. Это розовый был. Сделаю вот на вот этой руке. Так. Что-то вот этот не очень видно. То ли я не умею делать левой рукой. Угу. Во мне проблема была. Так. Вот, девочки, смотрите. Из вот этой серии. Следующие. Тоже классные. Но уже просто при электрическом освещении не прямо видны очень хорошо. Не очень концентрируется камера. Потом попробуем с вами еще сделать при дневном освещении. Так. И здесь тоже 4. Они все такие жирненькие такие. Жирные. Пигментация отличная. По-моему, у всех вот такая металлическая. Так. Я испортила себе джинсы. Испачкала другие свочи. Вот, девочки. Короче, пигментация у этой палетки шикарная. Отличная палетка. Ну, здесь, видите, более такие... Будет оттереть. Более такие спокойные оттенки. Я бы даже сказала, немного пастельные. Такая вот палеточка. Остальные из этой серии, я не уверена, что они мне нужны. Потому что там тоже пастельные оттенки. В какой-то из них чуть больше, по-моему, матовых оттенков. Я, короче, решила все-таки остановиться на вот этой. Вот, теперь у меня добавление в мою коллекцию палеток Reloaded. Вот. Ну, а теперь, девочки, пришло время смотреть подарочки, которые Революшин прислала. Я очень надеюсь, что то, что внутри это будут классные какие-нибудь продукты. И надеюсь, что у меня еще их нету в моей коллекции. Боже. Итак, девочки. Та-да! Это то, что было внутри. Ну, однозначно, у меня этих продуктов нету. О, вот это вообще отлично! Я всегда на нее смотрела, но никогда не решилась ее себе купить сама. А теперь, раз оно у меня есть, это, конечно, классно. Это контурирующая палетка пудровая. Смотрите, просто прелесть. Вот это просто использовать как пудры. Три пудры. Вот это вот банановая пудра. Вот эти две, я думаю, мне пойдут. Вот эти вот, возможно, и зимой пойдут такие светлые. Видите, светлые бронзеры. Вот этот, я думаю, более темный он на лето. Хотя вот этот, кажется, темнее. И вот этот только как тени, наверное. Да, он очень темный, видите? Вот он. Вот эти только как тени пойдут. Но это, правда, классно. Я не знаю, по-моему, она около 10 евро стоит. Так. Еще больше хайлайтеров. О, какая классная упаковка зеркальная. Смотрите. Так. Это я тоже. Я у кого-то в видео видела эту палетку. Она мне очень понравилась. Здесь очень деликантные хайлайтеры. Больше даже как пудры-хайлайтеры в трех оттенках. Смотрите. Так. Очень классная. Вот этот вот белый. Он отливает зеленым. Я не знаю, вам видно или нет. Немножечко холодный. А вот эти два темные, они вообще очень классные. Они прямо на каждый день реально. Классная палеточка. Тоже она где-то стоит, я не знаю, 10 евро, 8 евро что ли. Так что отлично, отлично. И пока, пока мне все очень нравится. Так. Это Sunlight Moon Lies. Это хайлайтер. Я почему-то думала, что это не хайлайтер, а румяна будут. Слушайте, ну реально здесь действительно на 35 евро подарков они прислали. Там была, короче, когда вы делали заказ, в тот момент добавлялось от, если вы делаете заказ на 45 евро вроде, добавляется еще мистический подарок на 35 евро. Смотрите, здесь можно регулировать. Нет, все-таки это не хайлайтер. Там написано хайлайтер, но мне кажется, это подсвечивающий. Да, это румяна подсвечивающая. Вот этот может быть, если совсем вот эту светлую сторону использовать. Да, хайлайтер. А вот это вот точно румяна, девочки. Вот отсюда прямо. Слушайте, шикарный подарочек. Спасибо, Revolution. И вот этот Skin Kiss. Это Ice Kiss, видите? Знаете, я его не буду я использовать, потому что у меня холодный хайлайтер уже есть. Несколько штук. И я не очень люблю ими пользоваться. Они для совсем-совсем белой кожи. А у меня кожа больше такая розово-оливковая какая-то. Она такая просвечивает у меня и венки, и что только не просвечивает. И белый на моей коже смотрится очень инородно. Поэтому вот этот как-нибудь, когда дозреют продукты до розыгрыша, то я отправлю его в розыгрыш. Вот, девочки, такие вот покупочки, такие сюрпризы. Это просто, конечно, что-то с чатом. Очень приятно. И вот это вот, конечно, нежданчик. Что я заказала больше, чем хотела и ожидала. Когда начинаешь... Перед тем, как начать диету, ты пытаешься наесться, как в последний раз. И вот это тот случай, конечно. Вот сколько красоты. И на этом я надеюсь, я уверена, я даю себе слово, что с Revolution до октября я завязываю. И никаких покупок до октября. Хватит уже. Осталось только в моих планах палетки Essence. Возможно, только одна или две из новой коллекции. И все. Это все мои покупочки будут до октября. И я бы даже сказала, что я готова объявить уже мое косметическое голодание. Но пока только полгода. Я однозначно не смогу, не смогу не покупать ничего. Целый год это выше моих сил. Но полгода, считай, это вполне так разумно. И мне будет тоже очень интересно, сколько за эти полгода я потрачу из того, сколько у меня всего есть. Все, девочки, до следующего видео. Будем тестировать и дальше. Короче, у меня развлекушек теперь хватает и хватит на очень долго. Всем хорошей недели, хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok